Томсо, скажи Кадырову и его семье, чтобы уважали свободу других людей. Народу надоели их поездки по Чечне. Перекрывают дороги и люди стоят 30 минут, час и больше. Томсо, что ты думаешь, как получают люди в населенном Кавказе водительские права и как ты их сам получил? Я думаю, что в 1991 году никто в Чечне и других республиках не получил водительские права, законно отучившись. Нет, почему? Я знаю многих людей, которые получали их, законно отучившись последние годы. Даже такое было. Как я сам их получал, я тебе не скажу. Я права получил в далеком 2004 году. Да, Амнат написала. Томсо, скажи Кадырову и его семье, чтобы уважали свободу других людей. Народу надоели их поездки по Чечне. Перекрывают дороги и люди стоят 30 минут, час и больше. На днях перекрыли дорогу, остановили нас в Цаведино, загнали нас в переулок, ждем минут 30. Гаишник говорит, эта дочь Рамзана едет на озеро. Спаралла. Я очень хорошо с этим знаком, Лаве. Я не знаю, насколько это просто вымораживает, насколько это нервирует. Когда в театральном концертном зале в Грозном организуют какое-то очередное пиршество, в честь чего-нибудь, праздник они делают, некий концерт. И все. Перекрывается проспект Путина. Город, проспект Путина делит город на две части. С одной стороны Заводской район, с другой стороны Ленинский район. И вот вы представляете, а это все, это же центр города, он пополам поделен. Я работаю в Ленинском районе, а живу в Заводском. Мне нужно, ну по прямой у меня два, по прямой полтора что ли километра до моего дома. Понимаете? Вообще близко. Но я туда не могу попасть, потому что они перекрыли эту улицу, и просто пробки нереальные для Грозного. Грозное это не такой город, где должны быть пробки, там как бы не так много автомобилей. То есть если чего-то не перекрыть, то пробок не бывает в Грозном, все нормально ездят. Но за счет вот этого, того, что они перекрывают, и ты не можешь попасть, это очень сильно нервирует, ты делаешь огромный круг, чтобы вот эти полтора километра к себе домой попасть, ты едешь там километров десять, соишь это время все в пробках. Короче, это очень, очень нервирует, действительно. И еще вот бывает неприятно, когда ты, например, едешь куда-то, например, в сторону Гудельмеса, его село в той стороне, и там он бывает часто в этом селе. И вот раз резко где-то тебя там стоят, и видишь, что стоит через каждый там какие-то километр, что ли, вот так стоят эти гаишники, там батальон Грозный каких-то, кто их сопровождает, и они резко выбегают на дорогу и говорят, типа, съехать на обочину. Ты съезжаешь на обочину, и все, и ты стоишь. И ты вот так можешь простоять час, сорок минут, час ты стоишь. И вот ты потом по времени оцениваешь, и ты понимаешь, что тебя остановили тогда, когда они еще не выехали из Центароя, из Сахарадового села, они еще не выехали, когда тебя уже на дороге остановили. И вот вы представьте, это получается, они оттуда выезжают, и они дают команду остановить. Вас останавливают, они еще там, они еще в этом селе, километров, я не знаю, сколько там до этого места. И вот вы стоите, потом они там на бешеной скорости проскакивают мимо, тогда вам дают проехать. Конечно, это очень напрягает. Вы просто не представляете, насколько вы от этого отдыхаете, когда вы оттуда выезжаете, вот, в любую нормальную страну, в Грузию. Когда вы едите просто в Грузию. В Грузии я, ну, каких-то там правительственных кортежей я вообще никогда не видел. Чтобы там перекрывали дорогу, это вообще нонсенс, такого не может быть. Никогда я там не видел, чтобы перекрывали дорогу. Но единственное, в Грузии я видел, когда какая-то зарубежная, кто-то вот там, я не знаю, что-то там проходило, какой-то саммит, там, что-то было, короче, НАТО. И вот я помню, как две машины идут какие-то, по-моему, посольские. И за ними... А, спереди идёт машина М5 идёт в Е60-м кузове. М5. Именно М-ка это полицейская. То есть понятно, что это каких-то высокопоставленных гостей везут. Вот эта М5 идёт впереди в Е60-м кузове. И тогда уже есть F10-й кузов. Вот этого последнего F90 ещё нет, но F10-й тогда есть. А у них в Е60-м, то есть предпоследний кузовик, не последний. И за ней идут две какие-то. По-моему, Мерседесы какие-то были. И идут ещё два джипа, двухсотки. И вот эта вот колонна, она идёт вместе с остальным потоком машин. Она идёт просто так же стоит в пробке в такой маленький переулок в старом городе Тбилиси. Они заезжают там и никого не беспокоят. Просто у них включены вот эти вот стратоскопы. Понятно, что это какой-то там кортеж. Всё. Это вот единственный был случай, когда я видел что-то. Но и то ничего не перекрывало, всё нормально. А так я никогда не видел, чтобы там ехал президент, чтобы там ехал премьер, чтобы там ехал мэр Тбилиси. Вообще вот этих проблем там не бывает. А здесь, в Европе, это вообще то, что даже я там видел вот эти несколько машин, здесь ты этого не увидишь. Здесь вообще-то... Ты здесь как будто бы существуешь в отдельном мире от власти. Ты никогда их не видишь нигде. Ты можешь вот единственное, ты если пойдёшь там к ним, ты там их, наверное, увидишь. А так в обычной жизни ты никогда с ними не сталкиваешься. На самом деле это отдых от этого беспредела, который у нас там происходит. Ну что, жила ли Ичкерия по законам шариата? И почему сейчас её считают капельским государством из-за её демократии? Ичкерия жила по законам шариата. Кто там, чем считает её? Это вопросы... Всегда найдутся такие люди, которые будут что-то как-то считать. Давайте мы здесь не будем обсуждать это. Были во времена праведного халифата, были люди, которые считали Усмана бин Афана и Али, да будет доволен, Аллах, ими, считали их неверующими. Понимаете? Так о чём тут говорить? Конечно, будут такие люди, которые будут говорить и про Ичкерию, и про меня, и про кого угодно, всё, что угодно. На это не стоит обращать внимания. Один паблик в Инстаграме предположил, что ты мурджиид, причём крайний. Он написал, что ты... ...будя Алиу Крымского, который тоже мурджиид. Что скажешь? Я же уже сказал вам на это, что всегда будут люди, которые что-то будут говорить. Ну невозможно так быть всем угождать, как бы быть любимчиком у всех, чтобы все о тебе были хорошего мнения. Это невозможно. Вы должны это понимать. О пророках говорили плохо, о сподвижниках говорили плохо, о имамах говорили плохо. Конечно, обо мне тоже будут говорить плохо. Вот так. Кто является кем, это мы, иншалла, узнаем, когда окажемся перед Всевышним. Там всё будет видно, кто кем является. Что касается того, что я порекомендовал, то, что я порекомендовал, то я порекомендовал. Это моё мнение. Оно может кому-то нравится, кому-то нет. Это может быть с ним согласен, кто-то нет. Это личное дело каждого. Но вопросы, вероубеждения, они не так оцениваются. Ты кого-то там порекомендовал, и поэтому ты стал. Так не оценивается. Вопросы убеждений – это твои убеждения. То есть ты должен иметь убеждение кого-то, чтобы быть из числа этих людей. Поэтому это, конечно, всё несостоятельно. Эти люди, которые что-то, о чём-то говорят, они все куда-то пропадают. Когда у меня был канал, Инстаграм не активен, я приглашал любого. Приходите в эфир, давайте подискутируем. Опозорьте меня. Но нет, никто никогда не приходит. Привет. В конце своих видео ты говоришь, что хвала вся принадлежит Аллаху и Господу миров. Значит, в Коране говорится про миры. Получается, что есть другие галактики и другие планеты, где есть жизнь. И там тоже Господь, Аллах, Ислам это признаёт. Или это ты от себя говоришь. Привет. Когда мы говорим о мирах, разумеется, есть ещё миры. И это не галактики, они-то, наверное, есть. Но мы говорим не о галактиках. И даже если они есть, это наш мир, как бы галактики. Есть, мы знаем, что есть мир людей. Это мир вообще, который мы видим вокруг себя. Это всё, что мы можем увидеть, осязать. То есть, это и животные, это всё-всё-всё. Это наш мир, это один мир. Есть другой мир, это мир джиннов. Это то, что мы не видим. Мы не можем их увидеть, но они нас видят. И живут они вместе с нами на этой земле. Но это уже отдельный мир. И есть также мир ангелов, которые мы тоже не видим. Они нас видят. И здесь ведёт речь о этих мирах, о других планетах, где тоже есть какие-то там люди или какие-то иные существа живые. Нет, об этом у нас нет никаких знаний, поэтому мы это никак не можем подтвердить. Соответственно, мы в это не верим. Что думаешь о бунте в Дагестане по поводу ночных клубов? Один за одним известные личности высказываются. Они просто хайпятся. Или как? Ведь эта беда не сегодня появилась. Я думаю, что они... Ну, может быть, кто-то там есть, кто хайпится, я не знаю. Но я как-то... Но я считаю, это искренне, наверное, всё-таки от большинства из них идёт. Всё-таки большинство людей понимают, что это зло, что от этого страдают люди. Другое дело, что... Это как бы было и раньше, почему только сейчас говорят. Ну, потому что некий вот этот толчок произошёл. Этот толчок, он... Вот этот пинок, он нужен бывает в очень многих таких вот вещах. И когда вот этот пинок кто-то тебе даёт, да, вот этот как некий толчок происходит, и тогда раз на это обращается внимание, и люди об этом говорят. Поэтому... Ну, это как бы тоже объяснимо. Конечно, это неправильно, эта проблема как бы... Она давно есть, и о ней должны были как бы говорить. Мы это все понимаем. Но не было вот этого толчка, и поэтому не было разговоров об этом. Появился толчок, об этом начали говорить. Но я честно вам скажу, я считаю, что это зло, ночные клубы, это зло не потому, что там произошла вот эта драка, там никто... Эта драка могла произойти не в ночном клубе, а в другом месте. То есть проблема тут не в ночном клубе. Ночной клуб – это зло совершенно иное, гораздо хуже, чем вот этот вот конфликт. Это... Это деградация общества. И действительно, об этом, конечно, стоит задумываться, это стоит с этим бороться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»